Сибирский «Нептяник» Самое приятное, что столько участников, и это только на финале, то есть мы представляем, какие еще же внутри, в каждой отрасли были проведены свои внутренние спартакяды. Проверяли себя на прочность сразу в нескольких дисциплинах – мини-футболе, гиревом спорте, легкой атлетике, волейболе. Спортивные семьи состязались в беге и плавании. Уже много лет подряд семья Поддубных впереди всех. Каждый год готовимся, мандраж, как обычно, на все соревнования. Но мы не только бегаем, зимой на лыжах катаемся. Участвуем во всех мероприятиях спортивных, стараемся, где семьи участвуют. Ну и ведем активный образ жизни. Я занимаюсь легкой атлетикой, лыжами. Жена у меня тоже спортсменка активно занимается. И дочь в легкой атлетику ходит в секцию. В рамках летней спартакяды все желающие сдавали нормы ГТО в трех дисциплинах – отжимания, легкотлетический кросс и метание гранаты. В этот раз изменили. Если ранее отжимали всегда от скамеек, в этом году нам предложили отжимание от пола. Это значительно усложнило. Но ничего, бодрость духа и хороший результат, он всегда будет обеспечен. Из-за большого перерыва было тяжко, конечно. Подтягивания, в принципе, судили. Равно для всех. Судьи молодцы. Дальше будут два этапа – легкая атлетика и метание гранаты, где, надеюсь, можно поправить результаты подтягивания. Профсоюзные спартакяды традиционно проводятся при поддержке Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области. Спортивные традиции крепнут с каждым годом, а желающих выйти на старт рабочим коллективам становится все больше. Возможность отклечься от какой-то трудовой, профессиональной деятельности и приехать сюда и здесь выступить на таких соревнованиях. Показать свою удаль, силу молодецкую. Соревнования проходят, в принципе, на высоком уровне, потому как многие коллективы профсоюзов подготовились. Видна подготовка, видны участников. Есть участники, которые уже не первый год выступают. И соревнования по значимости, конечно, нужны, потому как мы движемся к чему? Чтобы человек был здоровым, чтобы он был сильным, подтянутым. На этот раз тройка победителей выглядит следующим образом. На первом месте – дружина областной профорганизации работников народного образования. Второе место занял областной комитет «Электропрофсоюз» и замыкает призовую тройку коллектив областного комитета здравоохранения.